Сыновиться! Стоп! Стоп! Архитектурно-этнографический музей Хохловка впервые в этом году принял столичный фестиваль Сизенс. На склоне горы в огороженном пространстве летали управляемые птицы и пытались подняться в небо воздушные змеи. Им не хватило силы ветра, а птицами управляли пилоты. Это птицы, произведенные во Франции, ручная работа, штучные экземпляры, так скажем, у каждого есть свой номер. Эти птицы, да, ими трудно управлять очень, нужно тонко чувствовать и полет птицы, и динамику, и направление ветра, и вот все это вместе складывать и, в общем, пытаться ее направлять туда, куда нужно. Ближе к набережной Хохловке каждый гость фестиваля мог попробовать свои силы в игре на картонных музыкальных инструментах официального оркестра страны Картонии. Официальный оркестра Картонии выступление примерно каждый час, буквально через полчаса мы начнем следующую репетицию. У нас на петиции, потом выступления, шествия. Музыканты, это абсолютно всегда неожиданность, потому что приезжают, он известен на весь мир, и за это все очень стремятся в него попасть. И каждый раз новые музыканты очень мудрные. Но дирижер, я выбираю всегда дирижера, или одного, или двух. Здесь же на набережной гости фестиваля принимали участие в мастер-классах, учились прясть, рисовать или переделывать старую одежду на новый лад. Сейчас в тренде соединять совершенно разные фактуры, разные материалы, из всего делать эту общую композицию. И пусть она будет больше абстрактная, нежели симметричная и разнонаправленная. Гости двух дней фестиваля выбирали развлечения по душе. Кто-то проводил время на лекциях на тему традиций и трендов. В современном российском дизайне для любителей музыки выступали современные фолк и рок-группы. Будет самое лучшее, а сейчас послушай это. А те, кто в первый раз попали в Хохловку, с удовольствием прошлись по музейному пространству и слушали тихие старинные гусли. Играю на гуслях своим пациентам. Говорят, что для сердца очень помогает. Это крыловидные гусли. Это точная копия, которая была найдена на раскопках в Новгороде. Дмитрий Гусин, участник фолк-студии «Тишина по профессии», врач-терапевт. Он говорит, звук старинного инструмента снижает давление и иногда играет на гуслях для своих пациентов. Его импровизированный концерт прошел в музейной избе Васильевых. А вот тут два уголка. Есть уголок охотника, а это уголок рыбыка. Тут, видите, лыжи покрыты лысиной шкуркой. Вперед едут, обратно тормозят. Охотник ходит без палок. Фестиваль «Сизонс» завершился в воскресенье, но музей Хохловска продолжает свою работу. И если этим летом вы еще не бывали в знаменитом архитектурно-этнографическом комплексе, не пропустите его, здесь можно узнать не только про историю быта, но и подышать свежим воздухом, насладиться прекрасными видами. По субботам и воскресеньям здесь проходят мастеровые выходные. В летней программе Хохловки еще много событий. В ближайшие выходные – большие маневры.